Я хочу напомнить, что с пожара в отеле «Токио» поступило 10 человек в лечебное учреждение. Девять. Два человека поступили в областной медицинский центр. Семь пациентов, пострадавших, поступило в десятую больницу в ожоговое отделение. И один пациент, житель Литвы, был осмотрен реаниматологами и госпитализирован в городскую больницу номер 5. Но так как показаний для госпитализации у него не было, он был отпущен и не госпитализирован. На сегодняшний день остается в десятой больнице из семи пациентов, которые поступили, на сегодняшний день находятся пять пациентов. Два человека были выписаны. Один житель, гражданин Сьерра-Леоне, он ушел в субботу, по его заявлению он выписался. И еще одна гражданка Украины, она была выписана вчера. На сегодняшний день в реанимации у нас четыре человека. Но по состоянию пациентов на утро 19 августа два человека уже из тяжелого состояния перешли в состояние средней тяжести и будут переведены просто в ожоговое отделение. Два человека остаются еще в реанимации на сегодняшний день. И таким образом у нас три пациента в ожоговом отделении, два пациента в реанимации. В областном медицинском центре по информации областного департамента здравоохранения один пациент находится в реанимации, ожоговой реанимации, и один пациент находится в отделении. Все пациенты, всех пациентов удалось стабилизировать. Угрозы жизни на сегодняшний день нет. Отмечается даже у тех пациентов, которые остаются еще в тяжелом состоянии, отмечается положительная динамика. Медикаментами пациенты обеспечены в рамках программы здоровья у нас, вы все знаете, уважаемые, что у нас детским городским советом принята программа здоровья, в которой предусмотрено финансирование всех пациентов, поступающих ургентно в лечебные учреждения города. Здесь я бы хотела поблагодарить наш детский городской совет, депутатский корпус и всех, кто участвует и голосует, всех, кто поддерживает программу здоровья, все программы, которые департамент здравоохранения выносит на рассмотрение. Потому что вот эта ситуация показала, насколько важно, что именно программа здоровья у нас работает. И пациенты, которые поступили в 2 часа ночи, обеспечены медикаментами в полном объеме. Да, мы с администрацией 10-й больницы, куда поступили пациенты, уже в 2 часа ночи была вся в больнице, главный врач, сам главврача. Была вызвана дополнительная бригада, был вызван заведующее отделением, ожоговым отделением. Но к тому, что присутствовал медперсонал и работал, мы обеспечены медикаментами в полном объеме. И это дало свои результаты. Вот как я уже сказала, состояние пациентов стабилизировалось и улучшается. Психологическое состояние. Ну, я хочу сказать, что кроме медицинской помощи, в субботу же, как только удалось стабилизировать их соматическое состояние, то есть состояние специализированное лечение провести, были приглашены психологи. Психологи, наши городские психологи, городского психиатрического диспансера. И я обратилась в областной департамент здравоохранения. Нам предоставили еще двух психологов из областного центра психического здоровья. И четыре психолога работали со всеми пациентами, которые поступили в 10-ю больницу. Состояние, я вчера посетила ожоговое отделение, сделала обход и побеседовала со всеми пациентами, которые находятся в 10-й больнице. Состояние, ну, если можно сказать так, относительно, скажем, стабилизировалось в психологическом состоянии, в психологическом состоянии, в смысле. Ну, как вы понимаете, что это не одного дня ситуация, поэтому, ну, мы при необходимости, мы будем продолжать работу с психологами, психологов с пациентами. И, ну, стараться не только медицинскими, не только состояние соматическое, но и психологическое состояние, корректироваться. Спасибо.